Как ты можешь, уважаемая сестра, слушать того и последовать за тем, кого ты даже не знаешь? Как вы можете слепо следовать и пойти, оставив свои дома, свою родину, перейти границу и находиться с теми людьми, абсолютно которые вам неизвестны? Что они завтра с вами сделают, откуда вам знать? YouTube-канал Муфтията Республики Дагестан представляет Сегодня мы с вами живем в такое время, век глобализации, когда все вокруг сильно меняется и быстро меняется быстрыми темпами. Настолько, что мы не успеваем следить. Приходит новость, от которой мы удивляемся, а завтра заставляет нас забыть сегодняшнюю новость. Мы видим разные вещи. Буквально лет 20 тому назад ни один человек не мог помыслить, что подобное будет у нас. Будет происходить среди здоровомыслящих нормальных людей. Что подобные явления, которые являются чуждыми для всех нас, они станут нормальными и люди станут защищать эти права. Сегодня, к сожалению, вот эта вещь, этот телефон, оно разрушило много семей. Этот телефон стал причиной того, что родители потеряли своих детей. Посредством этого телефона сегодня отцы лишаются своих сыновей, матери лишаются своих дочерей. Потому что мы не можем уследить за нашими детьми, за молодежью, которая сегодня растет. Настолько мы не понимаем, что у них происходит в этих гаджетах. Сын, который приходил домой, возвращался с учебы и шел на учебу. Дочка, которая находилась рядом с матерью, с родителями, сегодня их не оказалось рядом с ними. Когда они общаются, пытаются говорить, говорят, что мы хотим жить свободно, мы хотим получить свободу. Не хотим, чтобы кто-либо нас контролировал или делал замечания. Мать девять месяцев в утробе носит своего ребенка, кормит его, одевает, делает все возможное, бессонные ночи проводит, воспитывает своих детей. И один день эта дочка, этот сын обращается к этой матерью, которая за ним ухаживала, делала все, чистила его грязное былье и говорит, вот сегодня ты не имеешь права мне замечания делать. Отец, который с утра до вечера выходил, зарабатывал и кормил этих детей, они говорят, ты сегодня не имеешь права мне замечания делать, отец. Я вольный, свободный человек. Я тот, который защищает свои права, и я хочу быть свободным. И я присоединяюсь сегодня к той секте, которая живет справедливо, живет свободно. И это есть цивилизация сегодня, это есть культура, это модно сегодня для многих. Эти люди, молодые умы, они даже не помышляют о том, что их ждет завтра, с чем они столкнутся, когда у них появятся проблемы, кто будет за них решать. Не будет для тебя, дорогой мой брат, уважаемая сестра, которая сегодня вышла из родительского дома, думая, что родители тебя притесняют, думая, что родители не имеют тебе сказать слова, примкнулась к тем людям, которых ты даже вчера еще не знала. Они не сделали тебе одну сотую часть того, что эти родители сделали. Они вырастили тебя, дали тебе эту прекрасную жизнь. Чем же ты благодарен им? Это ли благодарно, что ты их поносишь, заставляешь плакать, заставляешь проливать слезы, и уходишь к тем, которые тебе неизвестно завтра, как они с тобой поступят. Люди, которые говорят о свободе, люди, которые рассказывают, что они дают вам прекрасную жизнь, обеспечивают вашу безопасность и свободу, эти люди самые опасные люди. Почему? Потому что вы реальностью еще не столкнулись, а когда столкнетесь с реальностью, уже будет поздно. Мое сегодняшнее обращение к родителям, которые совсем еще не знают своих детей, они думают, что они знают своих детей, их желания, чем они общаются, что они делают, но на самом деле не знают они. Отец с утра выходит, зарабатывает, делает все возможное, чтобы принести домой, одеть этих детей, оплатить им за учебу, за образование, за то, чтобы они одевались и жили, кушали прекрасно, и мать, которая ухаживает за ними, они сегодня теряют своих детей по причине того, что не следят, с кем они дружат, с кем общаются. Основа воспитания своих детей – это предостерегать их от плохих друзей. Уважаемые родители, вы должны посмотреть, с кем они дружат, с кем они общаются. Они больше слушают и внимают от своих друзей, нежели чем от вас, нежели чем от людей, кому они должны прислушиваться. Поэтому тщательно, внимательно проверьте круг ваших детей, с кем они дружат. Сегодня родители забыли об истинных ценностях и о воспитании детей в погоне за мирским. В хадисе посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, говорит, лучшее, что может подарить родитель своему ребенку – это хорошее воспитание. Порой родители думают, почему сегодня дети огрызаются, почему они стали невоспитанными. Ведь мы по отношению к нашим родителям не были подобны. Ведь наше отношение к нашим родителям было намного почтительно и уважительно, нежели чем сегодня наши дети к нам проявляют. Почему? Потому что мы, дорогие мои, оставили воспитание детей в погоне за мирским. Их сегодня воспитывает улица, их сегодня воспитывает больше всего – это телефон, это социальные сети. Мы стали очевидцами того, как девочки избежали из дома, убежали от родителей, неизвестно куда, в какую направлению, и с кем они будут жить. И обливая грязью своих родителей, разные телеканалы, разные паблики сегодня пишут, выставляют, якобы их ушимляли, ушимляли их в праве, им не дали свободу, поэтому они решили убежать от своих родителей. Буквально готовясь к этой лекции, я позвонил близкому родственнику этих девочек, которые сегодня, скажем так, ушли от родительского дома, думая, что их родители ушимляют их в их правах, в их свободе. Я общался с ним, человек достаточно знатный, известный в своем роду, и могут это все подтвердить их сельчане, что их никто, из родителей, из близких, никто не угрожал, ничем, как сегодня пишут СМИ, обеспечивали всем необходимым, но тем не менее, сегодня кому-то приходит мысль в голову, и начинают, их обрабатывают, говоря, вот ты сидишь дома с родителями, делаешь и выполняешь только то, что они говорят. Вы намного выше того, что себе представляете. Вы должны быть свободными, должны быть теми людьми, которые не зависят ни от родителей, ни от родственников и близких, обрабатывают умы молодежи, вербуют их таким образом, что когда родители назад оглянулись, они уже их не находят на местах. Очень много родителей сегодня жалуются, плачут матеря и пишут, мы теряем своих детей. Был такой случай, когда обратилась к нам мать одной девочки и говорит со слезами на глазах. Я была удивлена, была в шоке, когда я обнаружила переписку с своей дочерью. Что они писали там, что они обсуждали в этих чатах, в социальных сетях идет пропаганда относительно молодежи. Есть специальные телеграм-группы и также в интернетах, в просторах интернета очень много сайтов, которые вербуют нашу молодежь. Им предлагают то, что они не мыслили никогда, предлагают все самое лучшее. Если вы уедете от своих родителей, получите свободу, вы будете жить так-то. И обещая им то, что они не смогут никогда сделать. Поэтому нам сегодня необходимо контролировать, смотреть, наблюдать за ними. Есть очень прекрасный хадис посланника Аллаха, саллилаллаху алейхи вассаляма, где он нам с вами дает пророческий урок, чтобы мы могли правильно воспитать наших детей. Во все времена для нас всегда является примером посланник Всевышнего Аллаха. И он оставил значительный вклад в воспитание молодежи, в воспитание детей, в воспитание общества. Он показал нам, начиная, как нужно правильно выполнять свою нужду в отхожих местах, вплоть до того, как управлять государством, вплоть до того, как быть хорошим отцом, как стать лучшим другом, как быть верным товарищем. И это тоже воспитание детей, тоже посланник Всевышнего Аллаха, очень объемно, очень доходчиво объяснил в своем хадисе, в котором я сейчас хочу рассказать вам. Посланник Аллаха говорит, когда у вас появится ребенок в семье, первые семь лет, до семи лет вы играете с этим ребенком, привите им свою любовь, покажите это, и чтобы ребенок вас полюбил. Не нужно ребенка маленького ругать, бить его, наказывать, просто играйте с первые семь лет с ним, говорит посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, после семи лет, до 14 лет, последующие семь лет, воспитывайте вашего ребенка. Этот возраст уже, который принимает все замечания, все, что необходимо, когда родитель говорит ребенку, они это воспринимают, они это запоминают. именно воспитание с семи до 14 лет, это самое необходимое. К сожалению, время сегодня, наши дети это проводят в телефонах, в разных мультфильмах, смотря, наблюдая, мы даже не видим, что они берут, и чем они руководствуются. Поэтому каждый родитель, мать и отец, знаете, посланник Аллаха, завещал, чтобы мы с семи, с рождения до семи лет, играли с нашим ребенком, прививали любовь, с семи до 14 лет, чтобы мы обучали хорошему и плохому, точнее, разъясняли хорошее, что есть хорошо, что есть плохо, халал, харам, донести до них. После, говорит посланник Аллаха, с 14 до 21 года, последующие семь лет, наблюдай за ним. Воспитание, которое вы вложили в него, в вашего ребенка, насколько он это оправдывает, насколько правильно он ведет себя, если вы видите, что он уклоняется, поправьте его, наставьте его, только после 21 года, ты можешь его отпустить, тогда ты можешь дать ему свободу, потому что вы, родители, привили в нем родительскую любовь, после воспитали его достойно, и после за ним наблюдали, вы тогда можете его отпустить, и дать ему свободу, тогда он не станет наркоманом, он не будет человеком, который вас, родителей, и завтра заставит рыдать и плакать, оставляя в одиночестве. Сколько сил родители сегодня вкладывают, чтобы воспитать ребенка, чтобы он стал на ноги, с маленьких лет начиная. Но это все уходит зря, дорогие мои, когда мы не можем дать им образование, и дать им воспитание в духе этой религии. Все, что мы потратили на них время и деньги, они идут прахом, когда мы не даем им достойное воспитание. Поэтому, уважаемые родители, еще раз прошу и обращаюсь, будьте бдительны, уделяйте внимание вашим детям, они хотят с вами общаться, когда они теряют с вами общение, когда они теряют связь с вами, они находят этот связь с другими людьми, кто им уделяет. И эти люди, если назвать их негодяями, будет правильно, потому что они уводят наших детей. Они забирают наших детей и отправляют куда неизвестно, и мы не знаем, завтра мы найдем этих детей или нет. Уважаемые молодежи, обращаюсь к вам. Родители, не для того вас вырастили и родили, чтобы вы сегодня заставили их плакать. Какие-то человеческие чувства, если остались, никогда этот ребенок не заставит плакать своего отца или мать. Знаете, что Всевышний говорит в Коране? После веры во Всевышнего Аллаха самое ценное – это отношение к нашим родителям. Пропаганда Запада настолько сильная, что сегодня неокрепшие умы они не могут устоять перед этим. Они все преподносят на красивом блюдце, рассказывают, что за этим есть будущее. Это и самое ценное, к чему должны сегодня стремиться все цивилизованные нормальные люди. И эта пропаганда, она усиливается день за днем. Почему мы сегодня обращаемся, говоря молодежь? Потому что мы любим, мы любим нашу молодежь. Мы обращаемся, говоря к вам молодежь, потому что вы есть опора. Молодежь, как сказал Умарунуль-Хаттаб, это опора этой религии. Аллах в Куране обращается к нам и говорит Бисмилляхи Рахману Рахим. Афа хасибтум анна ма халакна кум Аббатам ва анна кум Илайна ла турджа'ун. Неужели вы полагаете, неужели вы думаете, что вы созданы напрасно, и вы не будете возвращены к нам, и не будет спрос перед Всевышним Аллахом? Каждую минуту, каждую вещь, которую мы совершаем в этом Дуньяле, Аллах спросит нас за то, что мы провели это напрасно, не использовали это в правильном, нужном русле, не познали религию Всевышнего Аллаха, не потратили свои молодые годы на изучение знаний, необходимых для нас с вами. Вы только посмотрите на молодых сподвижников посланника Аллаха салли Аллаху алейхи вассаляма, которые были опорой для него рядом, которым было 15, 16 и 17 лет, они стояли рядом с ним, возвеличивали религию Аллаха, защищали посланника Всевышнего Аллаха. Именно молодежь стала опорой этой религии. Молодежь опора любого общества, но это общество будет нормальным, когда эта молодежь будет воспитана в правильном русле. У них будут семейные ценности на высоком уровне, когда будут, какой след мы оставим за собой. Если мы сегодня находим такую молодежь, для которых ценности запада стали выше всего, выше любой морали. Книга Всевышнего Аллаха, Коран, обращение Всевышнего Аллаха Творца к нам для нас, для нашей молодежи сегодня стали никчемной. Для них Запад и их пропаганда стала превыше всего. Они готовы отбросить все самое ценное и пойти побежать за этими. Что это Запад и его ценности сегодня нам дают хорошего? Что оно принесло? Кроме горя и несчастья каждый дом. Как мы можем, если мы благоразумные люди, если тебе Всевышний дал разум, как ты можешь, дорогой мой брат, уважаемая сестра, слушать того и последовать за тем, кого ты даже не знаешь? Как вы можете слепо следовать и пойти, оставив свои дома, свою родину, перейти границу и находиться с теми людьми, абсолютно которые вам неизвестны? Что они завтра с вами сделают? Откуда вам знать? Как они с вами поступят? Как место рабов могут они продать вас завтра? Они могут использовать вас в своих личных выгодах? Хочу отдельно обратиться к тем людям, которые вербуют нашу молодежь, которые забирают этих людей, помогают им, чтобы они родительский дом бросили и переехали в другую страну, абсолютно чужую для них. Вы, какие у вас цели? Чего вы добиваетесь? Что вам нужно от нашей молодежи? Оставьте покой молодежи, чтобы они росли вместе с своими родителями, чтобы они были людьми, которые могут принести пользу в этой обществе. Сегодня некоторым людям неспокойно, что у нас в республике, в целом стране, чтобы люди жили мирно, комфортно, жили гармонично, в семье, хотят разрушить эту целостность. Есть четыре основных принципа, через которых рушат государство, рушат страну. В первую очередь, враги, которые хотят разрушить целостность какой-либо обшины, они делают все возможное, чтобы разрушить семейные ценности. Семейные ценности, если люди сегодня теряют, когда дети перестают уважать родителей, перестают слушаться своих родителей, и родители теряют связь со своими детьми, эта страна обречена на гибель. Нам нельзя допускать, чтобы сегодня семейные ценности потеряли мы и наше общество. После второе важное это образование. Нам сегодня необходимо, чтобы наши дети получали хорошее образование. Необходимо, чтобы они учились и были лучшими врачами, лучшими инженерами, лучшими юристами, лучшими строителями. Сегодня, если у нас в авторитете образования не будет, и не будем развиваться, мы будем это стадо овец, которым будут управлять некоторые люди. Мы легкая добыча для того, чтобы разрушить и разрушить целостность нашего общества и в целом нашей страны. И третье это, когда мы перестаем слушаться своих руководителей. Будь руководителем любой организации, не имеет значения. Сотрудники должны слушаться своего руководителя. Джама'а должен слушаться своего имама, слушаться своего муфтия, руководителя республики. Если сегодня нас призывают пойти против своих руководителей, против наших уважаемых людей, чье слово авторитетом для нас является, сегодня пытаются погасить это, посредством этого создать беспорядки в обществе. Тогда легче управлять народом, тогда легче забирать детей у родителей, отправлять за границу, говоря, обеспечивая свободу слова им, возможность сделать что им угодно, когда мы теряем в своем обществе авторитетов, тогда начинается конец. И четвертое, мы с вами должны знать нашу историю, дорогие мои, славную историю наших предков, которым каждый из нас можем радоваться, восхищаться, гордиться, что они были у нас такие легендарные, праведные предшественники, которые прославили на весь мир нашу республику. Нам необходимо знать их историю, по стопам следовать за этими прекрасными людьми, потому что они светило нашей уме, они люди, которые озарили нам путь, показали, как нам сегодня нужно жить. Еще 14 веков назад посланник Аллаха рассказывал сподвижникам, говоря о мои сподвижники, просите у Аллаха защиту от смуты даджаля. Это пророческий урок для всей умы, хотя посланник Всевышнего Аллаха знал, что сподвижники не застанут даджаля, он говорил просите у Аллаха защиту от смуты даджаля, потому что смута даджаля это великое искушение. Мы живем в такое время все ближе и ближе к временам даджаля, а смута даджаля она сегодня очень сильно распространяется. Это большое искушение, в том числе это разврат. Все, что сегодня с нашим обществом происходит, что дети не слушаются родителей, родителям приходится угождать своих детям и подобные развраты и пропаганда ЛГБТ, пропаганда однополых браков, что ценной у людей не остается, это все смута даджаля. Поэтому сегодня нам всем людям, которые веруют Аллаха и его посланника и сотни день, каждый день нужно просить у Аллаха, чтобы он уберег нас от смуты даджаля, от подобных и явлений, которые мы еще очень многое увидим. Делайте дуа за себя, за своих детей, просите у Аллаха, ибо у нас нет другой защиты. Необходимо, чтобы мы были подкованы в знаниях относительно этой религии. Если у человека есть знания, есть убеждения, этого человека тяжело подобным людям расшатать, тяжело его завербовать, потому что он знает, кому он поклоняется, он знает, кто его родители, он знает окружающий мир. Поэтому первую очередь и взрослые родители, также дети, обучайте ваших детей к иману, исламу. Если у них в сердцах будет иман, вера во Всевышнего Аллаха сильная, этих людей не сможет никто никуда забрать. Наши проблемы вокруг нас, все, что происходит, это слабость нашего имана. Это то, что сегодня мы перестали изучать эту религию. мы забросили сонну любимого посланника Аллаха Мухаммада, который переживал за нас, зная, что будут тяжелые времена. Посланник Аллаха предупреждал и говорил, что ближе к концу света будет очень страшная смота. Чтобы спастись, что нам нужно сделать? У нас выход только один. Выход это обращение ко Всевышнему Аллаху. И держаться за тех людей, кто знает сонну посланника Аллаха, слушаться и слушать тех ученых улема, сегодня которые переживают за нас с вами, за нашу молодежь. Каждый день наши имами, наши ученые выступают и рассказывают пагубно с того, что сегодня происходит. К сожалению, мало кто слушается, мало кто берет для себя пользу этого. Слушайте насыхаты ваших имамов, улемаев, которые каждый день стараются, чтобы наша молодежь была на правильном пути. Нам сегодня необходимо изучать жизнь посланника Аллаха саллиллаху алейхи вассаляма. Изучая жизнь посланника Аллаха саллиллаху алейхи вассаляма, он будет для нас примером. Когда мы перестаем изучать жизнь праведных предшественников, изучать жизнь посланника Аллаха, наши дети и начинают изучать жизнь всяких западних либералов, которые являются авторитетами для многих нетрадиционных людей. Они становятся для них авторитетами, и они начинают подражать им и следовать за ними. Вот в чем наша беда. Сделайте авторитетами для своих детей, посланника Аллаха и его сподвижников. Тогда они не будут из дома выходить, не спрашивая у вас. Тогда они не будут своих родителей отдавать дома престарелые. Пусть ваши дети знают имена сподвижников, знают имена детей посланника Аллаха, алейхи салям. Пусть они знают их жизнь. Саляфи говорили, мы наших детей обучали жизнеописанию сподвижников. Мы рассказывали им, мы обучали их, подобно тому, как обучали Курану. Почему? Потому что в этом есть спасение. Лучшие из людей они оставили нам пример. Нам нужно брать эту истину, нам нужно следовать этому. В этом наше спасение. Пусть сегодня Аллах всем нам поможет, чтобы мы не стали мещенью тех людей, которые хотят заработать сегодня на нас и на наших детей. У людей, которых не осталось ничего ценного, они пытаются всеми возможными путями, чтобы дети потеряли уважение к родителям, к ученым людям. Прошу Аллаха, чтобы Он образумил нас, нашу молодую поколению, которое сегодня совсем не способно думать, самим выбирать истину и последовать за Ним. Прошу Аллаха, чтобы Он показал нам истину и чтобы мы последовали за Ним. И чтобы Всевышний показал нам ложный путь, ложную дорогу и остерегались от этого. Да одарует нам Всевышний Аллах стойкость на Его пути. Ваахиру дарвана, анилхамду лилляхи, в раббил араминь, ваас-саляму алейкум, ва рахматуллахи и ва баракату. Субтитры создавал DimaTorzok